Традиционно в преддверии празднования Дня независимости Латвийской Республики Даугупилс награждает горожан, которые, по мнению даугупилчан, достигли наиболее высоких результатов в своей профессиональной и общественной деятельности. Следует отметить, что в этом году чаще всего жители города выдвигали своих претендентов в номинациях «Народное хозяйство», «Здравоохранение», «Социальная забота», а также «Образование». Активность, можно сказать, одинаковая каждый год. В этом году мы получили около 100 заявлений и выдвинуты более 30 кандидатов. Кандидаты выдвинуты во всех номинациях. Рассмотрев все кандидатуры, совет в номинации «Народного хозяйства» на соискание награды выдвинул членов правления предприятия «Зыглер Машинбува» Татьяну Маренко и Ольгу Крушинскую. В номинации «Образование» директора Даугупской профессиональной строительной школы Инару Островскую. Заместитель руководителя центра Марко Ротко Марис Чачко получит награду в номинации «Культура». Глава Даугупской психонерологической больницы Сармита Кийкуста будет награждена в номинации «Здравоохранение» и «Социальная забота». «Золотая лилия» будет вручена и именитой Даугупской спортсменке Анастасии Григорьевой. А вот в номинации «Общественная деятельность» в этом году «Золотая лилия» вручена не будет. Положение о наградах предусматривает такой ситуации, что можно в какой-то год не наградить ни одного кандидата. Были выданы три кандидата. Эти все три кандидата, которые были выдвинуты, они очень активно работали. В городе известные люди, но было очень трудно выбрать из всех трех. И решили, что все три будут награждены другими наградами самоуправления. В свою очередь к награде за пожизненный вклад в развитие города представлены педагог музыки, дирижер Янис Гринбард, а также тренер детско-юношеской спортивной школы Эрмуальд Зигмунд. Кандидатуры выдвинутых претендентов на соискание наград самоуправления должны быть еще утверждены на следующей неделе на заседании городской думы.